Российское министерство обороны создает на неподконтрольных Киеву территориях воинские части. Об этом пишет Восточная правозащитная группа, основываясь на мониторинге процессов мобилизации на захваченном Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях. Мы заметили, что кроме мобилизации оккупанты нанимают компаний и работников для обустройства новосозданных частей на оккупированных РФ территориях Украины. Проверив информацию, мы получили подтверждение об организации военных частей оккупантов в Мариуполе, Донецке, Бердянске, Луганске. Создавать части начали в прошлом году. Например, ВЧ-94-917 в Донецке зарегистрировано 31 августа 2022 года. Ее начальником указан некий Алексей Михайлов, который связан минимум с еще одним предприятием под контрольным Минобороны РФ. Летом прошлого года воинские части также создали в Луганске и Бердянске. Еще одна часть, которую упоминает восточная правозащитная группа, это 12-97 в Мариуполе. Командир здесь также россиянин Олег Соколов, ранее руководивший частью в Ставропольском крае. Весной этого года медиа писали, через эти структуры осуществляется финансовое обеспечение российских войск в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Это, скорее всего, больше такая присутность в регионе, плюс удобность для того, чтобы логистично обеспечить свои подраздели всем необходимым. От палива, мастильных разных материалов до релокации куда-то на Бахмутский напрямок или, возможно, на Купенский напрямок. Потому что Луганщина является таким хабом для россиян, чтобы они получили все, что им необходимо. Помимо этого, с помощью созданных военных частей происходит вербовка новых людей на фронт. В феврале 2023 года ВЧ-6946 зарегистрировали в Калининском районе Донецка, недалеко от ледовой арены «Дружба». Хотя в некоторых реестрах она дислоцируется в самом центре города, на бульваре Пушкина. Ее командир – полковник Руслан Гарифуллин. Ранее руководил частями в Нижегородской области и в Республике Татарстан. Именно через эту часть, судя по информации в медиа, вербуют крымчан для участия в боевых действиях. В августе появилась информация, что Росгвардия призывает жителей полуострова на службу по контракту в группировку ДНР. Некоторые СМИ указывали, крымчан приглашали служить именно в часть 6946 в Донецке. Добровольцев обещали не привлекать к боевым действиям. Они якобы должны были лишь контролировать оккупированные территории. Создание воинских подразделений на оккупированных территориях – это элемент, скажем так, привлечения местного населения с целью решения вопросов, связанных с проведением мобилизационных процессов. То есть за счет местного населения оккупированных территорий Луганской и Донецких областей Российская Федерация пытается минимизировать количество потерь личного состава среди регулярных частей армии оккупантов. Эксперты уверены, посредством набора людей на захваченных территориях, Кремль пытается избежать второго этапа частичного призыва в Российской Федерации. В луганских чатах пишут, после так называемых выборов, мобилизационные процессы на неподконтрольных Киеву частях Украины усилились. По нашей информации, в последнюю неделю такая ситуация по всем новооккупированным территориям Луганщины. По словам местных, повестки выдают люди в форме на работе, приходят домой или на улицах. После вручения повестки людей вынуждают в ближайшее время явиться в военкомат. А в Донецке сотрудников госпредприятий до 50 лет якобы принуждают до 1 октября получать военные билеты. В случае отказа им угрожают невыплатой зарплат. Аналитики напоминают, мужчины, мобилизованные на оккупированном Донбассе, воюют в составе 1-го и 2-го армейских корпусов группировок ЛДНР, подчиненных российскому командованию. Эти подразделения были замечены в боях на всей линии фронта. Подразделения 1-го и 2-го корпуса засветились даже на Запорожском направлении, на Херсонском, кстати. То есть фактически местным населением оккупированных территорий Донбасса пытаются заткнуть те дыры, восполнить пробелы в оперативных резервах оккупационных командований, которые прекрасно понимают, что количество жертв личного состава регулярных поиск Российской Федерации – это основной демотивирующий фактор в середине самой Российской Федерации. Напомним, что скрытая мобилизация на подконтрольных Москве территориях достигла таких масштабов, что там не хватает работников даже в коммунальной сфере, а в угледобывающих предприятиях сократили количество смен. На этом фоне и появилось сообщение о том, что Российская Федерация пойдет путем реструкторизации отдельных угольных предприятий, размещенных на территории оккупированного Донбасса. То есть сокращение предприятий и, соответственно, вопрос решения трудовых кадров путем перемещения с закрытых предприятий на действующие. Эксперты подчеркивают, даже на коммунальных предприятиях, обслуживающих критическую инфраструктуру, работников лишают так называемой брони – отсрочки от мобилизации. Такой подход к населению на аннексированных территориях аналитики связывают с тем, что мужское население там – это ресурс, который Кремлю не жалко. Поэтому мобилизация будет продолжаться. Окупована Луганщина, какое население цієї области, с которыми никто не рассчитывается, сколько там их загинет, сколько будет до конца дней инвалидами, с ампутацией разными. Это вообще никого не касается, никого каким-то чином не чипает, не бентежит. Плювать они хотели на этих людей. Это будет постоянный процесс до останнего человека, который может быть призванный как раз до ЛАВ российских оккупационных войск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok